2 ноября это фото девочки опубликовали в соцсетях, чтобы помочь полиции и родственникам найти пропавшую накануне Дарью Дробот. На поиски ушла ночь, но, к сожалению, их результаты оказались ужасающими. Изувеченное тело девушки обнаружили в лесопосадке в районе села Лески. Выяснилось, что Дарья гуляла с компанией сверстников в лесополосе. Один из них удалился вместе с девочкой. На звонки она не отвечала, а подростки решили оставить пару на единет. Взволнованная мать сообщила в полицию, но было уже поздно. Девочку убили. Він намагался склонити її до статевого акту. Девчинка відмовляла йому, в результате чого він озвірів, почав наносити велику кількість ударів по її лицю. Коли вона впала, він продовжував наносити ударами ногами, а потім намагався вступити з нею в інтимний зв'язок. Вторая попытка изнасилования нападавшему не удалась. Основная причина смерти девушки – удушение. Есть предположение, что подросток добивал Дарью веткой. По данным полиции, в свои 15 лет парень успел получить условный срок за ограбление и характеристику неблагополучной. Далее его действия выглядят так. Юноша ворует у убитой мобильный телефон. Окровавленный он пытается смыть следы и появляется в компании своих друзей. Хвастается добычей, затем закладывает телефон в ломбард, а на вырученные деньги покупает наркотики. Именно под их действием его и задержали. Тем временем в школе, где училась Даша, новость о трагедии всех застала врасплох. Но траур там пока не объявляли. Девочка училась в школе с первого класса. Девочка хорошая, лидер по своему характеру. Плохого ни о ней, ни о семье мы сказать ничего не можем. Для нас, для всех это трагедия, то, что произошло. С классом сегодня с утра уже работал психолог. Дети по-разному переживают. Дети, как любой другой человек, у каждого свои эмоции, у каждого свой характер. Семья девочки хорошая, положительная. Воспитанием дочери и родители занимались, говорит директор. Ранее в общении и дружбе с подозрительной молодежью ее не замечали. Тоже говорят и соседи. Семья благополучная, мама владеет салоном красоты, там же и работает парикмахером. Правда, некоторые родители говорят, что класс Даши был слегка проблемным. Классный руководитель, узнав об этом, который знает эту девочку, знает школу, знает класс. Вот сегодня русский язык, она преподает. Она это сообщила. И говорит, я не знаю, как я буду сегодня вести урок русского языка в этом классе. Вообще, мое мнение личное, что класс очень, по сравнению с другими, реактивный, будем так говорить. Дети там напряженные. Дом, где живет семья девочки, буквально в нескольких шагах. Здесь так же, как и в школе, все шокированы новостью о смерти Даши. Неохотно, общаясь на камеру, соседи подтверждают слова директора. Девочка и семья абсолютно нормальны. Люди думают, что виной трагедии могла стать подростковая легкомысленность. Какая-то подружка посоветовала, ну пошли, а что там, ничего не случится, как у нас сейчас нынешняя молодежь. Вот. Что ты боишься, допустим, родители не пускают, а мы все идем вместе, вот и пошла. Вот и получилось, мне так кажется, потому что дети гуляли, так оно было бедно. Родители работают. Личность подозреваемого, разумеется, не раскрывают. Но школьники, пожелавшие остаться неизвестными, говорят, что это некто Кирилл по прозвищу Кифа. Он учится в той же 71-й школе. Действительно проблемный и в свои 15 активно употребляет наркотики. После убийства его видели в крови, и он якобы рассказал подробности убийства своим друзьям. Его видели в крови, когда он приходил на базар. Он изнасиловал девочку и убил ее, потом выломал челюсть. Знаешь, что он наркотики употребляет? Да, я раньше проходил с другом, я видел, что он на лавке какой-то порошок сигареты вставлял. Так это или нет, выяснится позже, когда суд будет избирать подозреваемому меру пресечения. В полицию уточнили, что за столь тяжкое преступление подросток несет полную уголовную ответственность. Отправить подозреваемого в СИЗО могут уже 5 ноября.